Встретив Ольгу на улице, никогда не подумаешь, что с ней случилась трагедия. Улыбчивая и жизнерадостная девушка, сияющая ослепительной улыбкой, больна меланомой. О болезни она узнала год назад, во время профилактического осмотра. После обследования у нескольких врачей, Ольгу Жучкову отправили в онкологию. Оказалось, что обычная родинка на теле переродилась в злокачественную опухоль. От всех она как отличается? Она начинает сочиться, зудить. В общем-то, основные вот эти вот признаки, что она уже, как говорится, не необычная родинка. И вот на такие родинки, в принципе, надо обращать внимание. Ну, а мы же, ну, вроде, позудела, почесала, хорошо. Потом там еще почесала. Ну, и когда врачи сделали широкое сечение, когда уже пришел результат, конечно, он шокировал всех. У Ольги двое детей. Взрослый сын Иван и очаровательная дочка Катя. Из-за того, что мама постоянно в больнице, детям приходится жить у бабушки. Отказаться пришлось и от работы. Более 20 лет Ольга Жучкова работала в детском саду номер 93. Теперь о детском смехе приходится забыть. В Рязани помочь ей не смогли. Поэтому на лечение девушка ездит в Обнинск, в онкологический центр имени ЦИБА. К одному из лучших специалистов России Дмитрию Кудрявцеву. Одна половинка мозга понимает, что, ну подожди, все болеют, да, все лечатся. А другая половинка мозга понимает, что меланома – это страшная вещь, что это такая разновидность рака, что ты умираешь. В том смысле слова. Сначала операция в Рязани, несколько операций в Обнинске – тяжелейший восстановительный период. Лечение Ольги проходит по авторской методике Дмитрия Кудрявцева. У нас началась лучевая терапия. Он взял у меня биопсию строжевых лимфоузлов. Пришел результат в одном из строжевых лимфоузлов – уже метастаз. Началась химиотерапия. Химиотерапию прошли полностью. Значит, я их медицинские термины не умею выговаривать, но ударили метастаз вместе со всей лимфосистемой. Получилось осложнение послеоперационное, тяжелое. Новый год Ольга встретила в кругу семьи, но радость продлилась недолго. На очередном обследовании врачи вновь нашли метастаз в ее органах. А значит, рак продолжает поражать тело девушки. Мелограмма страшна чем? Не тем, что это маленькая капелюшечная родинка, которую удалили, и все, и бог-то с ней забудет про нее. Она метастазирует человеческие органы. И метастазирует с очень молниеносным прогрессом. То есть поражается печень, легкий мозг, кости. Сейчас болезнь Ольги опережает лечение. Состояние не удается взять под контроль, стабилизировать. На помощь должен прийти новейший препаратки труда. Необходимо провести 12 курсов. Перерыв между ними составляет 21 день. Два из них Ольга уже прошла. Чтобы закончить лечение, ей нужна сумма в 2 миллиона 940 тысяч. Ну, конечно, понимаете, для каждой семьи отказаться от какой-то суммы тяжело. Сейчас соберусь. Собрать нужную сумму самостоятельно ее семье сложно. Поэтому на помощь пришел благотворительный фонд для взрослых онкобольных «Я остаюсь». Сейчас объявлен сбор средств. Принять в нем участие и помочь Ольге может каждый. Даже 100 или 10 рублей окажутся серьезной помощью. Просто отправив смс на короткий номер 4647 со словом «Остаюсь», вы набираете «Остаюсь», неважно, за главными буквами, маленькими буквами, дальше через пробел сумма, которой вы готовы помочь. Это смс потребует подтверждения определенной процедуры, вы подтверждаете свой благотворительный взнос. Еще раз могу повторить, да? 4647 со словом «Остаюсь» и через пробел сумму, которой вы хотите помочь. Сбор для Ольги Жучковой. Если вы хотите пообщаться с Ольгой лично, то можете позвонить в фонд «Я остаюсь», где вам организуют встречу. И помните, что благотворительные фонды работают максимально открыто. Их проверяют сразу три государственные организации. Это Министерство юстиции, налоговые службы, Союз благотворительных организаций. Поэтому вы можете быть уверены, что ваша помощь точно пойдет на благое дело.